2016 год уже начался, и для Xbox One выходит множество интересных игр. GameRanks представляет вам 10 многообещающих игр 2016 года для Xbox One. Номер 10. Below. Это приключенческая игра, разработчики которой сделали также и Super Brothers Sword & Sorcery App. Между прочим, одно из лучших игр для мобильных на данный момент. Кэпибара Games относят жанр игры к roguelike-like, чем пытаются себя выделить среди множества других игр в стиле roguelike, но при этом оставаться частью этого жанра. И потому что я видел, можно сказать, что у них это получается. Кроме того, разработчики даже обсуждали, насколько сложной хотят сделать игру, и сравнивали её с Dark Souls. Конечно же, стиль совершенно другой, как, впрочем, и её перспективы. Но это одна из тех игр, в которую бы я поиграл в этом году. Номер 9. Fable Legends. Давно бы уже пора, вот что я скажу. Fable – это одна из лучших серий игр для консоли Xbox. И хотя раньше мы ожидали всегда большего от этих игр, если принять их такими, какие они есть, то они просто необыкновенные. И по этой же причине можно сказать, что Fable Legends получится грандиозной. В неё можно будет играть как в мультиплеере, так и в одиночной игре. При этом ощущения от игры примерно одинаковые. Вам на выбор дают 4 героя, которыми могут управлять как игроки, так и компьютер, а также злодей, которым управляет ещё один игрок. Злодею доступны различные стратегические манёвры в реальном времени, и он должен всё планировать по ходу битвы. Например, расставлять противников, а затем направлять существ, чтобы те напали на какого-нибудь героя. Также можно активизировать порталы или врата, чтобы наносить урон и разделять героев. По мне, такая задумка весьма отличается от серии Fable. Но когда вы смотрите на игру, то она выглядит как старый добрый Fable. Будучи фанатом игр Fable, я её очень жду. Номер 8. Cuphead – это платформер в стиле Run and Gun, который просто не может не понравиться. Вы только посмотрите, игра выглядит прямо как старый диснеевский мультик. Да тут даже сделали дефекты плёнки, точь-в-точь, как в старых мультфильмах. В игре есть карта мира, что напоминает мне в какой-то степени о Donkey Kong Country, или о какой-нибудь экшен-рпг. Да и уровни тоже будут совсем непростыми, что мне и нравится. Потому что именно такими и должны быть платформеры. Кроме того, в Cuphead создали немало приёмов с возможностью парирования. Парирование заполняет специальную полоску, чтобы произвести специальный приём. Всё вместе это может показаться немного запутанным и навороченным для типичных платформеров в наши дни. Но игру выделяет её внешний вид. Номер 7. ReCore. Сделанная компанией Comcept, эта игра выглядит очень интересной. Хоть элементов геймплея почти не показали, но разработкой занималась компания под управлением человека, создавшего первые три части Mega Man и Mega Man X. А также Armature Studio, в чьи заслуги входят Metroid Prime 3 и Batman Arkham Origins Blackgate, которые тоже чертовски хороши. Эти две компании работают вместе, и мне вполне очевидно, что у них недюжинный талант. К тому же в трейлере умудрились показать роботов, возрождение и привязанность, и другие различные символы, не делая упор ни на что конкретное. Номер 6. Sea of Thieves. Игра сводится к типичной на первый взгляд пиратской истории, но на самом деле не совсем. Компания Rare постаралась на славу над этой игрой. И не забывайте, что эта же компания разработала Donkey Kong Country, Banjo-Kazooie, Perfect Dark и несколько других игр, которые признаны классическими. Игра является экшен-РПГ, где игрок создает свою историю или принимает участие в чужой. Она очень вариативна, что подчеркивается невероятными амбициями разработчиков. Если у них получится эта игра, то она станет одним из крупнейших проектов этого поколения. Номер 5. Scalebound разрабатывается компанией Platinum Games. И это должно вам сказать о многом. А именно, о диком экшене в быстром темпе. Но это еще и шаг вперед для Platinum Games, потому что жанр игры заявлен как экшен-РПГ. Именно такую игру Platinum Games и пытались сделать с самого начала в 2006 году. Хидеки Камия вдохновлялся игрой Dragon Slayer, вышедшей в 1987 году. В частности, в том, что касается гигантских монстров. Он также сказал, что эта игра будет хардкорной, поэтому я подозреваю, что она не сильно будет отличаться от экшена, чего и стоит ждать от Platinum Games. Но она будет далеко не бездумной. Номер 4. Doom. Версия Doom 2016 года разрабатывалась на протяжении очень долгого времени. Прошлая игра по Doom вышла аж в 2004 году. И новая часть должна будет стать неким продолжением того самого Doom 3. Но разработчики поняли, что продолжения будет недостаточно, и им нужно начать всё заново. ID Software решили, что стоит изменить игру в корне, и в отличие от предыдущей части, стали делать полную перезагрузку. Сейчас так делают нередко, но, честно говоря, я очень верю в эту игру, потому что разработчики твёрдо придерживаются своего замысла. Например, в игре нет никаких укрытий и нет регенерации здоровья. Но при этом они стараются не забывать о людях, которые раньше уже играли в игры серии Doom. То есть это не только перезагрузка, но и обширное обновление к тому, что мы знали о Doom. Номер 3. Crackdown 3. Это грядущий шутер-песочница. Я до сих пор не видел разрушаемого окружения в таком масштабе со времён Red Faction Guerrilla. И, честно говоря, я более чем не против такого возвращения. Разрушаемое окружение – это чертовски круто, а эта игра практически и основана на окружении песочницы. Я не знаю, будет ли такое действительно возможным, но выглядит игра именно так. И вдобавок в игре применяются облачные вычисления, что позволяет раз в 20 ускорить процесс обработки данных. То есть это очень круто, и может позволить реализовать разрушаемое окружение в игре. Номер 2. Gears of War 4. Игра из серии трёхмерных шутеров от первого лица, в которой сделали небольшой перерыв. Microsoft поступили умно и заключили несколько сделок, приведших к такой перемене в 2016 году. То, что мы увидели, показало нам более крутых монстров, куда более привлекательные локации, а также погодные эффекты, которые позволяют прочувствовать игру, чего не хватает в других играх. Серия Gears of War всегда делала упор на очень красивое окружение. Эй, хотя я этого не могу знать наверняка, но мне кажется, что они сделали игру более вычурной. Есть что-то такое в том, как выглядит игра, что позволяет сказать, что это Gears of War. И, наконец, номер 1 – это Quantum Break. Невероятно амбициозный экшен, завязанный на времени. Игра начинается с того, что эксперимент по перемещению во времени проваливается, и вам необходимо начать обращать пули назад, потому что это одна из ваших способностей. Помимо этого, в игре будут встречаться очень хитрые головоломки в окружении, как нас заверяют. И хотя в последние 5-6 лет выходило немало игр, завязанных на времени, описание этой игры заставляет вспомнить игру Braid, хоть и в совершенно другом окружении. Quantum Break выглядит как ее вариация уровня ААА с большим бюджетом и грандиозными событиями. И несколько дополнительных игр для вас. Mirror's Edge Catalyst выглядит как довольно обширная перезагрузка игры, или игра, созданная с чистого листа. В этом экшен-платформере от первого лица можно бегать сколько угодно по открытому миру. Unravel – это платформер, ориентирующийся на физику, где вы играете за нитку, и вам приходится ее использовать в окружении, чтобы решать головоломки и продвигаться дальше. И напоследок историческая игра For Honor в стиле Beat'em Up, которая привносит немало стратегий в жанр Hack'n'Slash, что выглядит очень привлекательно. Вот и все на сегодня. А вы ждете какую-нибудь из этих игр? Оставляйте комментарии и рассказывайте, что вам понравилось. Как всегда, спасибо вам за просмотр этого видео, и увидимся снова в следующий раз. Если вам понравилось это видео, вы можете помочь нам на Патреоне, а также подписаться на нас на Ютубе и ВКонтакте.